МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что, дело закрыто. Мне кажется, самое время немного передохнуть. Пожалуй, ты прав. Кстати, есть предложение. Сейчас звоним Наташе, едем в боулинг. Может, вы, наконец-то, у меня выиграете? Да, ты что, тренируешься, что ли, по ночам? Постоянно ты выигрываешь, а? Да нет, я просто талантливый. А, алло. Да, Маша. А, ты где? Алло? 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 Детективу Лукину позвонила студентка факультета журналистики Маша Воронцова, с которой он познакомился полгода назад, когда выручал ее из беды. С ней снова что-то случилось. Андрей, мне нужна твоя помощь. Игорь Лукин позвонил своему бывшему сослуживцу, участковому Андрею Мишукову. Маша, ты как? Нормально. Ой, голова немного так кружится. Я задремала, а потом проснулась, и... Голова кружится еще этим газом очень пахнет. Ну, конечно, вода выкипала, газ залила. Ты поставила вариться яйца и, наверное, уснула. Да нет, я ничего не зажигала, кажется. Я не помню. Господи, Маша. Маша, доченька, иди. Маша, чего? Маша, ты чего? Ты как? Хорошо. Ты правда хорошо? Вы не волнуйтесь, все уже позади, все нормально. А вы-то кто такой? Меня зовут Игорь Петрович, я частный детектив. Я знакомый Маше. Какой знакомый еще? Пойдемте, я все объясню. Вы не волнуйтесь. Это нормально? Дождись скорую. Да, конечно. Пойдемте, пойдемте. Что еще? Спасибо вам, Игорь Петрович. Скажите, вы давно Машу-то знаете? Да уже полгода. Хорошо иметь такого знакомого. А то бы прям... Маша говорит, что не помнит, чтобы она зажигала огонь. Не помнит? А, так ну, это может быть из-за лекарств. Жена ей надавала кучу всяких разных таблеток. Я говорил ей, чтобы не занимались самолечением, а обратились к врачу и не послушались. Вот, Игорь Петрович, результаты экспертизы. В общем, спички в пекельнице были разные. Детективы пригласили участкового Мишукова в офис на короткое совещание. В основном все вопросы уладил. Вскрытие квартиры, мероприятие непростое. Да, но ведь речь шла о жизни человека. Ну ладно, ладно. В больнице я поговорил с матерью девушки, у нее к нам претензий нет. С Машей я тоже поговорил. Чувствует она себя нормально, так что... Осталось мне с ней поговорить. Что-то не так? Да, понимаешь, сперва меня смутило. Маша не помнит, чтобы она зажигала плиту. И потом, пока я разговаривал с ее отцом, все там осмотрел. А вы знаете, Виктор Иванович, кастрюль-то холодная. Да, странно все это. Вы не возражаете, если я спички заберу? Пожалуйста. Предполагаю, что кто-то исценировал несчастный случай. Вот именно. К тому же, вот Наталья проверила, в пепельнице были спички разные. Понимаешь, этот кто-то пришел со своими спичками и по привычке воспользовался ими. Ага. Еще у него были ключи от квартиры. Никаких следов взлома. Ну, кроме наших, которые мы оставили. Так что дело странное. Ну, зато никаких заявлений не поступало. Вот у тебя всегда так. Нет заявлений, нет проблемы. Ладно, сами справимся. Игорь Лукин пришел навестить Машу в больницу. Скажи, ты когда собиралась яйца творить, ты плиту спичкой зажигала? Да ничего я не собиралась варить. Да я бы помнила. Так, а что ты помнишь? Ну, я дремала. Потом кто-то пришел. Я подумала, что это мама. Ну, я ее позвала, но она не ответила. Я уснула. Так, подожди, подожди. А ты ни в какую историю опять не ввязалась, а? А то ведь я тебя знаю. Ну... Ну что, ну, рассказывай. Ну, в общем, девичья фамилия моей мамы Потапова. А недалеко от районного центра есть поместье. Ну, там сейчас дикий сад. Раньше в этом поместье жили Потаповы. Старинный дворянский род. А, то есть ты думаешь, что у твоей мамы дворянские корни? Да, но ведь это так интересно. Ну, я решила расспросить маму. Может быть, она что-то помнит о своего детства, юности. Может быть, ей бабушка что-то рассказывала. Ну, и как? Ну, мама сказала, что она ничего не помнит. И чтоб я бросила эти глупости. Ну, а вот вскоре после этого... Маски, сука, ну все! Слушай, будешь заниматься родословной. Убью, поняла? А маме ты рассказала? Нет. Ну, а зачем ее пугать? Мама же не может иметь к этому никакого отношения. Да я вообще думаю, что это была просто чья-то глупая шутка. Я из своих поисков секрет не делала. Ну, хорошо, дальше что было? Ну, а что дальше было? Я поехала в районный центр. Нашла тот дом, в котором родилась моя мама и ее сестра Татьяна. Ну, поговорила там со стариками-соседями. И вы представляете, одна старушка, но она очень древняя. Она помнит бабушку моей мамы. Она ей рассказывала о своих знатных предках. Слушайте, а что если я... Маша, ты мне скажи, кому конкретно ты рассказывал о своих поисках? Да я не знаю. Подождите, а как вы думаете, а что если я о нашем поместье расскажу в Краеведческом музее? Они могут послать туда археологов, а? Куда? Куда? Ну, в наше поместье. Предполагая, что девушку кто-то задумал убить, Игорь Лукин решил вновь поговорить с ее отцом. Убить? Машу? Господи, за что? Да мне и самому пока не все понятно. А вы можете разобраться? Я заплачу. Скажите, у вас есть версия? Ну, понимаете, есть одно предположение. На версию она пока не тянет. Расскажите, у кого есть ключи от вашей квартиры? У меня. У жены. У дочери, у Маши есть, да. А больше ни у кого нет. А, ну, есть еще комплект запасной, но он, кажется, где-то в серванте лежит. Я бы хотел поговорить с вашей женой, с Еленой Дмитриевной. Да, пожалуйста, она сейчас здесь, на месте, в кабинете. Она у меня рекламациями занимается. Разруливает конфликтные ситуации с клиентами. Детектив Лукин поручил помощникам разыграть небольшой спектакль, чтобы установить в кабинете Воронцовой скрытую камеру. Здрасте, барышня. Вот полюбуйтесь, это что такое? Жена купила у вас принтер, а он не работает. Как это понимать, интересно? Успокойтесь, пожалуйста. С чего вы решили, что он бракованный? Да вы что, издеваетесь? Здесь же написано, принтер цветной. Я три пачки фотобумаги извел, понимаете? Три. И ни одного цветного изображения. Там не картинка, а черт знает что. Подождите, успокойтесь. Мы вам сейчас все поменяем. Вы знаете, я менять ничего не собираюсь. Я его у вас здесь оставлю на каком-нибудь видном месте. Вот так вот. Чтобы этот отвратительный принтер напоминал вам каждый раз о вашей отвратительной работе. Послушайте, прежде чем скандалить, нужно как следует во всем разобраться. Если проблема с цветом, то возможно что-то с картриджем. Ты кто такой? Кирилл Битов, старший менеджер. Слушай, Кирилл, я сюда не разбираться пришел. Я хочу, чтобы техника, за которую я заплатил свои деньги, нормально функционировала. Понимаешь? Вставьте диск, прочитайте инструкцию. Бывает, что картриджи подсыхают на складах. В инструкции написано, как их промыть. Ах, вот оно что. Слушай, а ты куришь? Да не, не, мне спички нужны, а то я сам бросил. Нет, у меня зажигалка. А зачем тебе спички, если не куришь? Да я их грызу, когда нервничаю. Ладно. Здравствуйте, Елена Дмитриевна. Здравствуйте. Проблемы? Активу Лукину необходимо было выяснить, у кого еще имелись ключи от квартиры Воронцовых. Он пришел спросить об этом Елену Дмитриевну. Дело в том, просто Маша загорелась идеей разыскать свои дворянские корни. И, возможно, в своих поисках она нашла что-то такое, за что и попытались ее убить. Как вы думаете, ну что это может быть? Нет, этого просто не может быть. Все эти ее поиски, детская глупость, блаш. Скажите, Елена Дмитриевна, вы кому-нибудь рассказывали о том, что Маша к вам с расспросами приставала? Не помню. Кажется, тестре жаловалась. Возможно, на работе кому-то рассказывала. Нет, это какая-то ерунда. Маша просто вовремя не выключила газ. Возможно. Возможно и так. Скажите, а у кого, кроме членов вашей семьи, еще есть ключи от вашей квартиры? Ключи? Запасные ключи есть у моей сестры Татьяны. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Битов. Битов. Да нет на него ничего. Чист. Ну хорошо. Значит, родная сестра Елены Дмитриевны, Татьяны Дмитриевны Потапова. 40 лет. Не работает. Муж ее Илья Федорович Потапов. 44 года. Работает слесарем-инструментальщиком на радиозаводе. Муж взял фамилию жены. Может быть, неспроста? Может быть. Татьяна страдает депрессией. Одно время пила сильно, чуть психушку не угодила. Вероятная причина – невозможность иметь детей. Ну, если она психически нездоровая, то такого человека что угодно можно ожидать. Вплоть до заказа собственной племянницы. Ну, а мотив-то какой? Да та же родословная. Мне пообщаться с ней надо. Детективу Лукину позвонила Маша Воронцова. Ее пытались отравить газом. Маша хотела узнать подробности родословной своей семьи. Но однажды вечером на нее напал неизвестный мужчина. Угрожая расправой, он потребовал, чтобы она прекратила свои расследования. Здравствуйте. Лукин Игорь Петрович. Частный детектив. Убирайтесь вон, частный детектив. Я ни с кем не желаю разговаривать. Игорь Лукин решил снова встретиться и поговорить с Машей. Машенька, скажи мне, пожалуйста, а какие у тебя отношения с твоей тетей, ну, с Татьяной Дмитриевной? Нормальные. Мы даже с ней вот недавно проговорили, наверное, часа два. По какому поводу? Ну, все по тому же, ну, по поводу родословной. Тетя рассказала мне о своем детстве, о своей юности, о том, как вышла замуж. Ну, а о дальних предках опять ничего. А с мужем тети, ну, с Ильей Федоровичем, ты не ссорилась? Нет. Наоборот. Я даже хотела помочь ему найти брата. Какого брата? Близнеца. А, ну, на самом деле, настоящая фамилия Ильи Федоровича Тимохин. Ну, а в юности у него был брат-близнец, которого звали Григорий. Ну, откуда он делся? Сгинул. Ну, пропал без вести. Но это было еще давно, до моего рождения. А, это тебе и тетя рассказывала. Нет. Это я узнала в районе. Я искала дом, где родилась моя мама. И заодно нашла дом Ильи Федоровича. Ну, и там поспрашивала у соседей. А, они тебе рассказали про брата? Да. Ну, а потом я вернулась в город и пошла к дяде. Зачем? Ну, как зачем? Я думала, что дяде будет интересно. Ну, что я узнала про брата? Илья Федорович, я была в райцентре. У вас ведь был брат-близнец, Григорий? Ну, да я знаю, что он пропал. Ну, а вы не пытались выяснить, ну, что с ним случилось? Давняя история вообще. У меня есть знакомый, он частный детектив. Он обязательно поможет? Ага. Ну? Понимаешь, что получается? Нападение на Машу в подъезде произошло после того, как она поговорила с Татьяной Потаповой. А история с газом случилась после того, как она съездила в район и поговорила с дядей. Ну, так может быть, стоит установить наблюдение за этим Потаповым-Тимохиным? Согласен. Моя помощь нужна? Да нет, пока сами справимся. Так что, Роман, с утра в этот район и отправляйся. Да, конечно. А я поговорю еще раз с Татьяной Потаповой. Ну, женщина импульсивная, возможно, частая смена настроений. Не получилось вечера. Попробуем утром. Проходите. Вы извините за вчерашнее. У меня после обеда всегда портится настроение. И начинаю нервничать. Ничего не могу с собой поделать. Да ничего, ничего. Я вас надолго-то не задержу. Мне никто никогда не дарил цветы. И даже муж? Да, и даже муж. Да. Ну, кое-что уже выяснил. В общем, история такая. Жили-были два брата-близнеца. Илья тихий, спокойный, а Гришка хулиган. Так вот, этот Григорий решил откосить от армии. А потом исчез. Ну, как в воду канул. В общем, я сейчас встречаюсь с Николаем Фирсовым. Это бывший сотрудник военкомата. Он сейчас на пенсии. Надеюсь, у него выяснить подробности. Ну, хорошо, хорошо. Будем на связи. Татьяна Дмитриевна, я сейчас занимаюсь одним делом. Но это несчастный случай, который произошел вчера с вашей племянницей. А что у них случилось? Я не в курсе. Похоже, там покушение на убийство. Покушение? Господи. А чем я могу помочь? Скажите, а ключи от квартиры Воронцовых у вас? Ну, вам сестра давала? А, ну да, да, да. Да. Да, вот ключи. Вот. Я их возьму. Ну, с Воронцовым я договорюсь. Да, пожалуйста. Пожалуйста. А Илья Федорович дома? Нет. Умчался я с утра. Что-то случилось? Не знаю. Я ему вчера вечером про вас рассказала. Он помрачнел, места себе не находил. Весь вечер курил. Ой, простите. Забыла убрать. А что, ваш муж прикуривает спичками? Да. У него еще... с армией привычка иметь с собой соль и спички. Мы с Ильей еще со школы дружим. Угу. Ой, когда жили в районе. Решили пожениться, когда он вернется из армии. Скажите, а... с братом Гришей вы знакомы? Вот какие были отношения? Ой, нет. Нет. Не очень. Честно говоря, Гришка власть любил. Я держалась его стороной. А между братьями какие были отношения? Илья не любил брата. Он мне еще в школе жаловался, что тот командует над ним постоянно. А потом Григорий исчез. Ну, пропал без вести. Да. Ну, я этих подробностей уже не знаю, потому что я к тому времени уже в город уехала учиться. Гриша вроде бы как бы он не хотел в армию идти и сбежал. А потом и совсем пропал. А Илья он отслужил, вернулся. Я его даже не сразу узнала. Возмужал так. От былой робости не осталось и следа. Другой человек. Здравствуйте. Добрый день. Да помню, конечно, и Гришку, и Илью. А расскажите, что случилось с Григорием? Ну, когда его в армию стали забирать, он под психа закосил. А когда его раскололи, он решил себе ногу отрубить. Ну, видимо, рука у него дрогнула. Только полпальца себе отсек. Ну, понятно. Уклонение от воинской службы на двух лет. Да. Ну, и достал меня тогда этот Гришка. Наглый такой. Стервец. Ну, я тоже на принцип пошел. Думал так. Либо его в армию сдам, либо на зону. Он испугался, сбежал прямо из больницы. Искали его? Искали с опером. Полгода искали, не нашли. Зарылся как крот где-то. И в это время еще и милиционера чуть не убил. Инвалидом парня сделал. Фирсов рассказал, что решил договориться с Ильей, чтобы тот сдал брата, когда Григорий объявится. А за это пообещал устроить на высокооплачиваемую работу. И он согласился? Да. Ну, я потом заболел. Сердце. Меня вложили в больницу надолго. На мое место кого-то другого назначили. Илья потом в город уехал. В общем, все заглохло. А давайте я вам помогу. Извините. Извините. Я в порядок себя в ванной приведу. Ради бога. Да, конечно. Там... Ради бога. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА И у меня к вам последний вопрос, Татьяна Дмитриевна. Да. Скажите, ваш муж как к деньгам относится? К деньгам? А в каком смысле? Ну, в смысле не жадный? А, нет. Нет. Он хорошо зарабатывает. Я ведь не работаю. Да мы с ним только один раз поссорились из-за денег. И то, когда я Гришку случайно вспомнила. А как это произошло? Ой, да я не помню. Только он стал ругаться, кричать, проклинать Гришку, что он из-за денег любого продаст. Ну, хорошо, я пойду. Всего доброго. Детективу Лукину пришла в голову версия, которую он решил проверить. Для этого он отправился к знакомому эксперту. Да, Татьяна Дмитриевна, что-то случилось? Да. Я ничего не понимаю. Когда вы ушли, ой, почти сразу же пришел с работы Илья. Он увидел цветы. Я рассказала о вас. И что? Он забрал дорожную сумку, с которой обычно ездят в район. Сказал, что уезжает надолго. И ушел. Вот что, Татьяна Дмитриевна, постарайтесь успокоиться. Я скоро вам перезвоню. Ром, ты где? Ну, я еще в районе. Больше ничего существенного выяснить не удалось. Так что, наверное, возвращаюсь. Оставайся там, карауль Илью Потапова. Я думаю, что он очень скоро в свой дом вернется. По-моему, это тот, кого мы ищем. Да, я еду к тебе. Детектива расследует дело Маши Воронцовой. Она пыталась узнать подробности родословной своей семьи и чуть не поплатилась за это жизнью. Под подозрение детективов попадает Илья Потапов, муж Машиной тети Татьяны Потаповой. Следствие продолжается. Татьяны Потаповой Татьяны Потаповой Татьяны Потаповой Сдохнешь, падать. Что ты меняешь? За столом и за деньгами пришел, да? Слинять решил, как братец? Угадал. Тебе все равно найдут. А ведь мы еще посмотрим. А ты подумай. За Машу тебе один срок светит. А если меня добавить, то совсем другой расклад получается. Жизнь свою спасаешь. За тебя, дурака, переживаю. А ты за себя переживай. Сейчас поджариваться будешь. Каниску поставь. Руки в гору, лицом к стене. Да, а то стрелять буду. Что сам-то пошел? Виноват. Время лишу. Дело-то, похоже, конец. Похоже, похоже. Я вот только не пойму. Чтобы попытаться убить племянницу, серьезный мотив нужен. А Гришку так и не нашли. Получается, он и братца тоже завалил. Так вот Илья решил Григория сдать. Григорий как-то узнал об этом. Но что там дальше произошло, следствие выяснит. Что-то не сходится. Это скорее Гришка Илью убить должен был. Алло. Ага, значит, у владельца грязных носков на левой ноге не хватает половины большого пальца. Ну, я так и понял. Ага. Так вот, это и есть Григорий. Ни хрена себе. Ну, похоже, теперь я у тебя в боллинг выиграю. На следствии Григорий Потапов признался в убийстве брата и покушении на убийство Маши Воронцовой. Продолжение следует...